Как относятся к России прагматики и истерики? Бург Хартбишов Депрессия, Австрия 6 июня 2018 года Ну что, мы можем, наконец, успокоиться после всей этой долгой суеты вокруг продлившегося всего-то несколько часов визита российского президента Владимира Путина? Может, господа политики и топ-менеджеры крупных концернов откажутся? Наконец, от бесконечных разговоров о роли Австрии в качестве моста ее доверительным и уважительным отношением к России начнут говорить по делу А по делу, это, например, о том, что Россия определенно не нуждается в мостах на пути в ЕС У нее и так есть большие эффективно работающие представительства в Брюсселе и во всех столицах стран-членов ЕС Так что ей совершенно не нужны посредники из Австрии Еще по делу, Россия занимает 16-е место среди торговых партнеров Австрии 16-е место Разве это можно назвать выдающейся ролью, о которой говорил новый глава экономической палаты Австрии Харальд Майер? Харальд Майер? Конечно, СМИ своим почти истеричным освещением переговоров в Вене в стиле Царь Путин едет к нам, весь мир смотрит на Австрию Сыграли не последнюю роль в том, что этому государственному визиту придавалось значение, которого он на самом деле не имел Однако за рубежом действительно пристально наблюдают за тем, как черно-синее правительство Австрии ведет себя по отношению к России При этом тем, кто заинтересован в корректных отношениях с Россией, можно посоветовать взглянуть, к примеру, на нашего партнера по ЕС Финляндию Финны имеют протяженную общую границу с Россией и поддерживают с ней тесные экономические отношения Но при этом вынуждены вести себя с ней в точном соответствии с позицией Запада, со всеми ее плюсами и минусами Однако никто не может упрекнуть их в русофобии или русофилии Они просто поддерживают вполне прагматичные отношения с Москвой, а финский глава Миттима Сойни Тима Сойни, рассказал недавно в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Как им это удается? Надо говорить правду, отвечать за свои слова и не изменять без конца свое мнение Россия это уважает В то же время для русских важно, чтобы над ними не насмехались Они требуют уважения к себе Правда, открытость, твердость и уважение Может, ради разнообразия попробовать вот такую прагматичную дипломатию И отказаться от набившей оскомину формулы возведения мостов по-австрийски Да, для Путина в настоящий момент сложилась весьма выгодная ситуация в мировой политике Президент США Дональд Трамп делает все, чтобы усилить позиции российского президента На Ближнем и Среднем Востоке он по сути отдал ситуацию на откуп Москве Развязав торговую войну против ЕС, он очень разочаровал европейцев в их традиционном покровителе, Америке Так что многие теперь, по словам председателя Европейского совета Дональда Туска, говорят, что с такими друзьями враги не нужны И многие уже открыто спрашивают, не является ли Россия Путина более надежным партнером Европы, чем Америка Трампа Причем, голоса эти раздаются не только из крайне правого и крайне левого лагерей, где поклонников Путина всегда было очень много Россия, в свою очередь, делает все от нее зависящее, чтобы усилить трансатлантические разломы И углубить пропасть между европейскими друзьями и противниками Москвы, а также поддержать недовольство жителей европейских стран своими правительствами Подобное воздействие на общество, систематическая дезинформация и кибератаки вкупе с целенаправленной пропагандой Никто в мире, за исключением, возможно, Китая, не занимается всем этим более эффективно, чем Россия Ну а что такое подрыв западных демократий даст, собственно говоря, рядовым гражданам России? У крупнейшей страны мира нет ничего, что она могла бы экспортировать, кроме полезных ископаемых и оружия Что же касается экономических реформ, то у Путина за 18 лет у власти нет особых достижений в этой области Разве что государственный сектор вновь разросся до неимоверных размеров Отмена западных санкций едва ли поможет находящейся в плохом состоянии российской экономики Так что, возможно, Путину стоит просто сменить приоритеты Субтитры создавал DimaTorzok